Мошенничество в жилищном строительстве. Как правило, с этим сталкиваются те, кто мечтает о своих квадратных метрах. В ЛДПР знают, как обезопасить будущих новоселов и предлагают закрепить инициативы законодательно. В ЛДПР считают, чтобы избежать мошенничества в жилищном строительстве, необходимо отказаться от системы ипотечного кредитования и долевого строительства. Позиция ЛДПР радикальная. Убрать и все эти ипотечные дела, и ЖСК, все вместе. Пускай не устроят. Министерство строительства и жилищно-коммунального строят, эксплуатируют, убрать все управляющие компании, если они оправдали, и продают. Как промежуточную форму софинансирования можно вернуть жилищные кооперативы, отлично зарекомендовавшие себя в советское время. ЖСК – это лучшая форма, чем ипотека. Ибо вы сами организовываете кооператив, вы сами определяете строителя, вы сами документы выбираете. Это все, все. То есть надежно. Но и здесь мошенники влезли. А они оправдывают кооператив на тысячу человек. Люди не знают никого. И получатся фактические ботеки. Что дочь проигрывает, что пащет в кооперативе. Кооперативы создавать по месту работы. Там, где вы на друга знаете, и там жулик не пролезет. ЛДПР за то, чтобы у людей была возможность проживать в индивидуальном жилье. Давайте 100 метров квадратных деревянные дома. Пойдет жилье. Массовое, массовое, на губишоках. Если будут снова образованы домостроительные комбинаты. Это будет 300 тысяч стоить дом, 400 тысяч. И расстрочка на 10 лет. В дальнейшем такая форма позволит объединить строительство, эксплуатацию и продажу жилья в руках государства. Алексей Макеев, Регион 29.